Всем привет! Меня зовут Ирина. Я дизайнер интерьеров, а также преподаватель школы Art&Shock. И мы продолжаем серию наших влогов о шоурумах Санкт-Петербурга, которые интересны, конечно же, дизайнерам интерьера. Сегодня мы находимся в шоуруме H&M Home. Это прям целое отдельное здание трехэтажное, в котором расположены различные предметы мебели и декора бренда H&M. Здесь все разделено по категориям. Здесь очень много всего интересного. Обязательно приходите, если вы находитесь в Санкт-Петербурге. Мы выделим из этого огромного ассортимента только те вещи, на которые хотим обратить ваше внимание, те, которые понравились вам. Все остальное вы можете видеть своими глазами, либо непосредственно на сайте бренда. Заметили вот таких интересных рыб? Морская тематика всегда в тренде. Вазочка в форме рыбы, при паутинками, трещинками. Очень интересный настольный светильник в форме грибка, сплетенный из соломы. Основание у него, судя по всему, деревянное. Стоит довольно-таки приемлемо. Такая у него интересная форма. Здесь его еще задекорировали вместе зеркалом и подставочки, которые сочетаются. Конечно же, очень много свечей различной формы. Мы покажем это все на дополнительных кадрах. Вы это все увидите. Ну, как всегда, Ашендем тоже славится своими светочками интересными, ароматными. А вы знали, что в Вашингтем можно приобрести интерьерные книги? Посмотрите, какие они интересны на иностранном языке. Если вы любитель литературы в оригинале, на оригинальном языке, рекомендую вам посмотреть. Также мы здесь обнаружили очень много фактурных ковриков. Все в такой скандинавской эко-стилистике. Ну, вообще, если вы не в курсе, Ашендем это скандинавский бренд. Соответственно, здесь все предметы, они больше, конечно, уходят в этот стиль. Ну, также эко-стилистика присутствует. Можно использовать их в каких-то деревенских стилях, там, прованса, либо какой-то рустикальный стиль. Очень нравятся мне здесь вот такие вот вазы в форме головы. Также есть вазочки в форме Венеры, в виде Венеры. Есть точно такие же похожие свечи. Они добавят фактуры в интерьере. Очень хорошо будут смотреться на каких-то горизонтальных поверхностях. Сюда очень хорошо встанет какой-то размашистый букет с сухоцветами или просто каких-то простых полевых цветов. Собирались уходить из этого отдела, но заметили вот такие интересные подушечки. Не нашла описания, но мне кажется, их можно использовать как дополнительные места для сидения гостей. Если вы планируете сидеть, играть в какие-то настольные игры на полу, возможно, да, или, в принципе, вы любите сидеть на полу на каких-то подушечках. Казалось бы, простая тумба простой формы, но добавили вот такие латунные элементы в цоколь и в ящик, и она просто заиграла какими-то интересными красками. В прошлом нашем видео из шоурума Ларидут, кстати, если его не смотрели, обязательно посмотрите этот ролик, мы рассказывали про актуальную сейчас ткань в виде букле. Здесь она тоже представлена, вот в таком вот замечательном кресле. Мы перешли в отдел для ванных комнат. Здесь представлен текстиль для ванных комнат, также всевозможные баночки, какие-то мыльницы, зеркала, подставочки, корзиночки, в общем, все, что необходимо. Коврики. Пришли в отдел, где все для кухни, для сервировки, различная очень красивая посуда, доски, какие-то корзинки, хлебницы, приборы. Давайте посмотрим. Очень миленькие перечница и солонка продаются вот таким наборщиком. Почему мы обратили на них внимание? Потому что здесь же продаются статуэтки точно такие же, только они более крупные. Ну и вот здесь вот такая миниатюрка этих статуэток в виде перечницы и солонки. То есть у вас может стоять вот эта скульптура где-то в гостиной, например, а на кухне, в зоне кухни вот такие вот солоночки, которые будут дублировать. Очень классная задумка. Помните, в советские времена были модны бокалы с золотыми каемочками, рюмочки какие-то. Так вот, они возвращаются. Сейчас такие бокалы тоже актуальны. Посмотрите, какой милый сервиз. Это просто потрясающе. Какой красивый принт. Причем кружки достаточно большие. Для любителей большой порции чая, особенно сейчас, осенью, когда хочется постоянно греться, просто будет актуально. Плюс к этому набору еще вот такие красивые пиалочки. И очень понравился вот этот наборчик. Красивый пудровый цвет. Типа дракушечку. Здесь написано, что это разделочная доска, но я бы на самом деле использовала ее в качестве сервировки. Красиво разложить здесь сырочек, какие-то брускеты. Будет очень здорово смотреться. И, кстати, она тоже ручной работы. Это можно понять, потому что каждая доска, она уникальная. То есть нет повторяющегося абсолютно рисунка. Сейчас невероятно актуально предметы какой-то такой неровной, не идеальной формы. Здесь, в Вашингтеме, очень много таких предметов. Вот, кстати, ничего вам не напоминает в перечнице салонка, которую мы видели. Очень интересные формы подсвечники. Какие-то статуэтки. Вазочка. Если нужна какая-то красивой формы вазочка, но узкое горлышко, так сказать, для какого-то тонкого букета, либо для каких-то колосков, сухоцветов. Вот, отличный вариант. Также в шоу-руме есть отдел с сезонными цветами. Здесь вы можете приобрести какие-то сухоцветы в интерьер, которые будут стоять очень долго, или же приобрести живые цветы. Здесь будут продаваться только сезонные цветы, они постоянно будут меняться. На самом деле здесь очень много всего интересного. Если у вас есть возможность, обязательно самостоятельно приезжайте сюда, смотрите. Если у вас есть какие-то пожелания для нас, может быть, вы хотели, чтобы мы что-то сняли поподробнее, или, может быть, какой-то другой шоу-рум, обязательно напишите об этом в комментариях. Что касается этого магазина, здесь экспозиция меняется в зависимости от смены сезона, в зависимости от смены коллекции, поэтому мы периодически будем заезжать сюда и снимать видео для вас. Поэтому подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить вот такие интересные ролики. Если вам было полезно и интересно, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, нам очень ценны ваши отзывы. Встретимся в следующих роликах. Пока-пока.